Почти 70% россиян не хватает до зарплаты минимум 5000 рублей. К неутешительному выводу пришли специалисты университета Синергия, которые провели исследование об уровне жизни в стране нескончаемых скреп. Еще раз, друзья, 70% наших соотечественников живут даже не от зарплаты до зарплаты. Какую-то часть месяца люди сидят в проголодь, работающие люди. Ну давайте совсем на пальцах. 12 800. Это минимальный размер оплаты труда, официально установленный правительством России, равен прожиточному минимуму, что значит не хватает 5000. При таком раскладе правильно, 10 дней в месяц и человек сосет ноги. Не ест, не пьет, потому что не на что. Вот это нас с вами подняли с колен, ребята. А нормально так, Владимир Владимирович, ребята из партии украденных мандатов с бедностью боролись 21 год, доборолись. Более чем две трети россиян даже не за еду уже работают. Начинаем! А вот как раз и примеры свежие подвезли. В Новосибирске в минувшую субботу пенсионеры в буквальном смысле подрались за просрочку в мусорных баках у супермаркета. А ведь неделю назад только выборы закончились по телевизору. Сказали, что уверенную победу в очередной раз одержала партия, которая ведет страну к процветанию с успехами на лицо или на лице. Ну, давайте полюбуемся на те успехи, что ли, закрепим, так сказать, пройденный материал. А пока в Новосибирске одни люди сражались за место у помойки в Москве, другие люди на заседании у вице-премьера Хуснулина пришли к выводу, что пора бы нам с вами снова поднять тарифы на ЖКХ. До даже фразу-то какую подобрали экономически обоснованных порадовало объяснение. Коммунальные системы поизносились. Нужны деньги на ремонт. Подождите, а те деньги, которые раньше на ремонт коммуникаций собирались, их на что тратили? 30 лет в скрепостане растет стоимость коммуналки. Каждый раз нам рассказывают, ну, потому что мы ведь еще и сети ремонтируем. Блин, эти сети уже должны быть настолько отремонтированы, что новые. По сравнению с ними не такими новыми могли бы показаться. А нет. Выборы закончились. Стрижка барашков продолжается. Ну, что я могу сказать? Лишь бы не было войны. Это реальная журналистика, как всегда, о прекрасном сегодня. Поехали! Хорошие новости для верующих в американские сказки о мире во всем мире, демократии планетарного масштаба и незыблемости свободы слова. Глава YouTube, госпожа Вайджински, накануне сделала заявление о том, что компания будет сотрудничать с российскими властями. Видеосервис отныне более оперативно станет реагировать на требования наших чиновников, в частности, чиновников Роскомнадзора, удалять тот или иной контент. Шах и мат вам, господа демократы, хотя чего тут удивляться. Демократия, демократии, лозунги лозунгами. Но когда на другой стороне чаши весов грузовик с деньгами присутствует, и путинские чинуши, хитро так улыбаясь, говорят, «Ребят, надо вам, нет?» Или свобода слова и репутация все-таки дороже? Ну, выбор в данном случае, по-моему, был очевиден и сделан. О том, что он сделан, кстати, говорит и новость, что прилетела сразу после. YouTube запретил своим пользователям распространять контент, ставящий под сомнение итоги выборов. О как! Данное требование уже появилось в новом своде правил видеохостинга. Совпадение? Да, совпадение. Точно! Вот и я тоже подумал о чистом совпадении. Скандал с выборами в Беларуси год назад, да? Который случился во многом благодаря правдивой информации, попавшей в интернет и конкретно на YouTube. Или скандал с выборами в России. Напомню, неделю назад мы отголосовались и, опять же, о многочисленных нарушениях. Можно было узнать только из интернета на известном видеосервисе. Сейчас вот вокруг выборов в Германии какой-то нехороший запашок начал летать. И вот так совпало, что именно в такое горячее время на YouTube появляется правило, запрещающее сомневаться в исходе выборных процессов. Ух ты! Мне, к слову, интересно, чего ждать дальше? Правило, запрещающее критиковать представителей и любые действия властей в принципе? Не, ну а что? У нас народ повсеместно кидают. Куча недовольных. За бугром то и дело какие-то антипандемийные выступления проходят. Все это сливается в сеть. Миллионы это видят. Включаются в процессы. Также становясь недовольными, а чиновники-то и бюджетами распоряжаются. Все, что остается сделать YouTube, начать сотрудничать. Да не за год. Поднимут столько, сколько за 15 лет на рекламе не поднимали. Вот что значит. Оказаться в нужное время, в нужном месте. Великий геостратег и геополитик, меж тем, в очередной раз призвал россиян готовиться к какой-то войне. Да, я не шучу. В обновленной стратегии национальной безопасности Владимир Путин поручил правительству готовить экономику именно к войне. А точнее к удовлетворению потребностей государства в военное время. Блин, объясните мне тупому. К какой войне он все время готовится? 20 с лишним лет человек сидит и саблю точит. Весь мир развивается, двигается по пути технического прогресса. Цифровую экономику вон на загнивающем западе за это время создали. А мы все какие-то окопы роем. Бастионы строим. Армии собираем все больше и больше. Откатываясь назад в каменный век, ну это же бред. У кого-то конкретно течет, крыша нет. Хорошо, чтобы не быть голословным, не я один, оказывается, так думаю. Послушайте мнение обычных людей. Я не буду отвечать. Я всю жизнь 50 лет проработал в оборонной промышленности. И вот сейчас 2 месяца, как на пенсии. И вы мне объясняете, какой Путин. Не надо, уйдите. Информационный. Возможно, я не знаю, вряд ли сейчас будут какие-то войны еще помимо. А так все, думаю. Все эти президенты, без буквы П-резиденты, они же направляются самыми-самыми внешними всем. И что им скажут, то и будет. А если будет какая-то драчка, это междусопка будет. Но нам от этого легче не будет. Ну, у нас же много войн, я точно не могу сказать. Но, наверное, те, кто должны напасть, после которых мы вознесемся в рай, и они все сдохнут. Но если честно сказать, то обычная шовинистическая речь. Ничего больше не скажешь. У нас же вечно кто-то с кем-то воюет. Мы же без войны не можем. Мы же не можем просто развиваться, не знаю, давать достойные пенсии, развивать экономику, бизнес малый и средний. Нам надо обязательно с кем-то воевать. Так что, наверное, это так, больше популизм. Чтобы впечатлительных людей заставить как-то больше доверять. К слову, хочу порекомендовать вам канал «Что делать?». Оригинальный канал, оригинальный контент. Сейчас как раз показал фрагмент их крайнего ролика. Свои видео ребята строят на контрасте. То есть, они берут какой-то важный вопрос, или какую-то важную социально значимую тему, и дабы все стало максимально понятно, идут с этим в народ. Опрашивают на улицах самых обычных прохожих. Затем с тем же обращаются уже к людям, которых мы называем «слугами народа». Это могут быть чиновники, политики, общественные деятели какие-то. Как вы понимаете, ответы там и ответы там. Здорово разнятся. Ну, потому что я уже много раз говорил, но повторюсь, наши слуги от нас давным-давно оторвались, и они просто не в состоянии даже понять, как мы здесь на земле живем. Ну, как чинуша с зарплатой в несколько миллионов рублей поймет нянечку из детского сада, получающую 12-15 тысяч, например. И вот, значит, на таком контрасте ребята выстраивают свои сюжеты достаточно интересно, а самое главное, доходчиво. Даже для махровых ватников, да и темы поднимают, вот незаезженные, сами только что слышали, к какой войне мы все время готовимся. Посмотреть это видео до конца вы сможете, перейдя по ссылке, она в описании, в закрепленном комментарии. Поддержите, ребят, лайком, репостом, подпиской, они только рады будут. В общем, не пожалеете. А по поводу войны, очень жаль, но этот бред действительно работает, причем как часы, 20 лет работает. С одной стороны, оно, конечно, понятно, ну, потому что при Путине именно тема войны активно педалируется из каждого тюга. Война, война, война! НАТОвские солдаты у наших границ деды воевали! Давайте проведем парад, давайте отпразднуем День ВМФ, у нас танки, у нас самолеты. Если вдруг в последний бой, дядя Вова, мы с тобой... А с другой стороны, я хоть убей, не понимаю, почему русский Ваня усиленно не хочет включать в голову. Если бы все было настолько страшно, ну, стали бы чиновники, включая первых лиц, вывозить свои семьи на ПМЖ на территорию вероятного противника. Стали бы российские олигархи выводить за рубеж активы, да и кому она нужна-то, эта разрушительная война с танками и самолетами в 21 веке? Сейчас все проще миром, правят деньги. Зачем стрелять, когда лояльность и союзников можно просто купить? Вон как с Ютубом сделали! Это ж разводка для дурачков! Заокеанские вороги хотят уничтожить Россию, санкции против нас вводят, во-первых, не против нас, а против конкретных людей в крайний раз, даже список фамилий. Этих людей представили общественности, ты себя в том списке видел. Ну, а что ты тогда причитаешь, что против тебя вводятся какие-то санкции? Во-вторых, слушайте, ну, хотели бы ввести эти санкции, давно бы и ввели, но ведь не делают. Даже сейчас, раз уж про список фамилий вспомнил, Ну и что? Потрясли им в американском конгрессе и взяли тайм-аут на полгода. Что это? Как недоговорняк единственный, с кем воюет Россия, это с собственным народом, а впрочем, умные люди и без меня это понимают, а для дураков оно пока все еще слишком сложно. Все, это была реальная журналистика, продолжение в следующем выпуске. Подписывайтесь на наш канал, лайки, репосты приветствуются, в соцсетях тоже жду. В друзья добавляйте с темы, предлагайте под ними, мы обсудим, а я за сим. Спешу откланяться, пока. Пока.